Этот кусок скалы был бы ничем не примечателен. Обычный известняк, каких в горной местности немало. Но нет, это камень с особой историей. Можно посмотреть. Вот они в валики выдавливания, а вокруг вот оно чётко видно. Если приглядеться, то можно заметить, кто-то очень тяжёлый оставил на скале след от трёхпалых конечностей. Отпечатки принадлежат не птицам, не медведям, даже не слонам. Учёные уверены, это наследили динозавры. Местность около Кисловодска 120 миллионов лет назад была действительно эпичная. Здесь было в мелководье и на берегу прогуливались динозавры, в частности, игуанодоны. Рептилии были немаленькие и оставили глубокий след не только на Кисловодской земле, но и в российской палеонтологии. В размерах рептилий учёные не сомневаются. Каждый ящер, говорят, был габаритами с камаз. Они питались растениями и ходили дружно с тадом. Считается, что динозавры прошли по пластичному известняку, который образовался на морском заливе. Поэтому след и отпечатался. Мы делали анализ, мы выясняли, что вот эта вот порода, она сформирована на мелководье. И вот когда он, океан отступил, слой сформировался, вот в этот момент вот как раз здесь по нему рептилии гуляли. Этот кусок скалы с заветными отпечатками так и лежал бы здесь, если бы не сотрудники местного водоканала. Во время одной из уборок на территории режимного предприятия они и обнаружили этот камень. Скоперировались с учёными и поняли – объект редкий и очень важный. А значит, и защита должна соответствовать. Было принято решение для сохранения этой плиты от осадков в виде снега и дождя соорудить защитное сооружение в виде беседки. Для учёных это, конечно, был фурор. Находка века. Преподаватель из Ставропольского вуза Валерий Якушев до сих пор не может поверить в такое везение. Мы, вот можно сказать, с динозавром топчем одну и ту же плиту с разницей где-то 120 миллионов лет. И, конечно, выйдя на один след динозавра, учёные уже не могли остановиться. Они знали – будут искать дальше. Процесс исследования местной территории оказался для учёных удачным. Они вышли на новые следы в районе Лермонтовской скалы. Теперь исследователи хотят, чтобы наскальные плиты со следами древних ящуров стали достоянием общественности. Пока это невозможно, ведь скала находится на закрытой территории. Учёные предлагают перенести артефакт в Национальный парк Кисловодский, чтобы все могли на него посмотреть. Возможно, тогда Ставрополье прославится не только как родина слонов, но и динозавров. Ну а по пятам рептили исследовали Джамиля Ибрагимова и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.